Русские новости Различия во взглядах, я бы не сказал, что очень значительные, но существенные По поводу выборов разночтений практически никаких нет Дума считается нелегитимной, мы это прекрасно знаем И представлялись факты, которые достаточно известны Разве что один факт все время выпускается из виду Ситуация в Саратовской области это просто что-то такое чудесное Когда более чем на 100 избирательных участках Единая Россия получила один и тот же процент голосов Если приблизительно, то это 62,2 процента Единая Россия получила более чем на 100 избирательных участках Вот прямо вот точно попало с точностью до 2 десятых А когда стали разбираться подробнее, тогда выяснилось, что на этих более чем сотне избирательных участков Результат лежит между 62,16 и 62,24 То есть диапазон колебаний 0,08 Это возможно такое? Если бы что-то подобное было по всей стране Можно было бы сказать, ну вот так вот как-то бывает такое Когда 100 участков по всей стране распределены Ну так вот получается, что это не совсем корректный отбор То есть мы отбираем вот только те, которые легли в определенный диапазон Ну тоже было бы странно, если бы одни результаты были там на уровне 40 процентов А все остальные почему-то на уровне 60 А здесь вот, ну прямо вот в одном и том же месте, в одном и том же регионе 62,2 Вот прямо ровно туда попадает, чуть-чуть отклоняясь совсем плюс-минус 0,04 Это, конечно, свидетельствует о фальсификации Фальсификации, причем уже не путем вброса Мы видели много роликов со вбросами А на бумаге, то есть была поставлена задача Ну чиновники, они же тупые, им сказали 62,2 Есть, ответили чиновники Ну вот так чуть-чуть варьируете Ну они чуть-чуть и поварьировали Не так уж прямо вот записывали 62,2 А чуть-чуть различались результаты Вот, может быть, кстати, это была погрешность просто Погрешность, ну чуть-чуть там где-то дополнительно вписали Где-то не вписали, где-то какой-то лишний бюллетень появился Вот, и поэтому такие колебания А так вот старались, чтобы по числу голосов доля была именно 62,2 Ну, стопроцентная фальсификация Думаете, прокуратура будет возбуждать дело по цифрам? Да нет, не будет, потому что состав преступления должен быть указан Не косвенно, а прямо Мы прекрасно знаем, что все выборы тотально фальсифицированы Но мы не такие идиоты, чтобы идти с этим в прокуратуру Потому что прокуратура соучаствует во всем этом безобразии И во многих других И об этом говорили на округлом столе В полную видеозапись или, может быть, фрагментарную Обязательно выложим И все смогут познакомиться, по крайней мере, с основными тезисами Которые там высказывались По поводу выборов президента Российской Федерации Тоже, в общем-то, особых расхождений нет Действительно, если финансирование Минфином выделено на 2017 год А на 2018 не предполагается Значит, выборы будут перенесены И это, конечно, отказ от своих обязательств Владимир Путин подвязался на 6 лет править А потом вдруг раздумал Конечно, закон такого предусмотреть не может Если досрочные выборы, то в связи с тяжелой болезнью или смертью Это понятно А тут вдруг, ну, нам так удобнее Почему так удобнее? Потому что деньги кончаются Вы же видите, на следующий год Какая тяжесть будет взвалена на плечи людей Это тебе и в 20 раз увеличенная плата за собственность За свою квартирку Там вы будете платить в 20 раз больше, чем в предыдущие периоды Это и резкое уменьшение финансирования здравоохранения На треть Минфин предполагает Это и налог на безработных Замечательный очень налог Вот они не приносят в социальные фонды ничего Поэтому и не могут бесплатно лечиться То есть есть прямая конституционная норма Что здравоохранение бесплатно Но эта конституционная норма будет растоптана, как и все остальные Не то чтобы мы очень уважали эти нормы Они поэтому и не уважаются, что не соблюдаются Но главное, что они не соблюдаются чиновниками Граждане вроде как хотят соблюдать Но что-то там разумное, по крайней мере, есть И в этих конституционных нормах Много и неразумного, но есть и разумное Ну давайте хотя бы разумные чиновники соблюдайте Нет, нет, это им не нужно Образование, все, оно перестало быть бесплатным Теперь и здравоохранение туда же, в ту же топку выбрасывается Но, по сути дела, исчезает То есть то, что лишается основы нематериальной Превращается в обманку То есть если мы учимся только за деньги И профессию приобретаем только за деньги То ничего мы не получим Ни образования, ни профессии И, соответственно, и дальше будет воспроизводство Вот этого профанирования какой-либо профессиональной подготовки Или даже общего образования То же и с медициной То есть идет последовательное разрушение Крупных социальных систем Которые худо-бедно в 20 веке Все-таки были построены у нас и за рубежом Не знаю, как там в Европе все это дело происходит Но у нас идет под руководством Владимира Путина Тотальное уничтожение всех социальных систем Ни образования, ни науки, ни здравоохранения, ничего Останутся одни банки, в конце концов И те тоже сейчас вроде как в кризисе Но им будут помогать за наш счет Будут собирать деньги в бюджет и передавать банкам Так и происходит Да, еще система ЖКХ Там тоже безубыточное существование Сколько они запросят Столько мы обязаны заплатить Ну может быть нам надо действительно уже прекращать платить Просто отключат тепло, свет Но ведь к этому все идет Под руководством Путина все разрушается Все, абсолютно все Ну кому-то кажется, что какие-то успехи Да, вон там в Сирии бомбят эти территории На которых нет никакой противовоздушной обороны Ну вот они бомбят Вот это что, успех что ли? А в чем этот успех выразился? Да ни в чем И там тоже успеха нет То есть идет катастрофический развал государства и общества Которое терроризируется политическими репрессиями И расхождение на конференции было разве что только одно Это как вести себя русскому движению Борис Миронов и Игорь Стрелков Сказали, что в русском марше участвовать нецелесообразно Почему? Ну в первом случае речь шла о том, что якобы русское движение уже вообще исчезло Ну действительно, если вокруг тебя что-то исчезло, то наверное весь мир погиб Или твоя собственная неудача, она связана с тем, что все остальные неудачники Действительно, русскому движению тяжело подниматься из той ямы, куда затащили ее люди Которых я так мысленно называю «рыжие карлики» Если помните, у Стругацких есть такой роман «За миллиард лет до конца света» И там все время выдающимся ученым что-то мешает сделать последний шаг Перед каким-то решающим открытием, которое изменит жизнь человечества И такая гипотеза у писателей, красивая такая гипотеза Что природа сама вот как-то подстраивает эти всякие случайности У кого-то там вдруг внебрачный сын появляется на пороге дома А у кого-то вообще какой-то абсурд, какой-то рыжий карлик Вот у нас тоже абсурдные такие фигуры Появляются рыжие карлики, которые то едут поклоняться Кадырову То с либералами заодно в обнимку Но только не с русскими национал-патриотами Вот эти карлики завели движение в тупик И сейчас, конечно, из него выходить очень тяжело Особенно еще и в связи с тем, что вот этот период, когда сквернялось русское движение Ему понавешали много всяких ярлыков И под этим соусом власть себя убедила, что надо истязать Просто истязать русских общественных деятелей Сажать в тюрьму, устраивать слежку И пакостить как только возможно Ну потому что это же страшные люди, ужас Это типа украинских националистов, как они их называют Хотя националистов на Украине просто нет Ну как и в Кремле, естественно, их нет Это близкие, кстати, очень близкие Вот те, кто сидит в Кремле и те, кто там бродит с русофобскими лозунгами По улицам Киева или каких-то еще городов Это же, в общем-то, один и тот же человеческий материал Мы другой, поэтому они нас ненавидят И те, и те, и другие ненавидят Вот эти сепаратисты, анархисты, изменники, предатели Такие природные негодяи Они, конечно, нас ненавидят, нормальных русских людей Нам тяжело выходить из этой ситуации Но я считаю, что на русский марш мы должны идти Для Игоря Стрелкова участие в русском марше нецелесообразно Об этом он сказал Потому что действительно он в этом прав На русских маршах много тех, кто сейчас называют фрики Ну какие-то, я бы сказал, такие городские чудаки Или полусумасшедшие, или провокаторы Действительно много всяких людей, которые самовыражаются Не объединяются в единое русское движение А пытаются самовыразиться Думаю, что это тоже неправильный подход Несмотря ни на что, все равно надо выходить Конечно, надо делать русское движение более строгим Более строгим и к словам, которые говорятся И к образам, которые создаются Мы в свое время пытались как-то создать стиль русского движения Вот строгие костюмы, строгие одежды Рекомендации такие И по-прежнему мы их рекомендуем Вы приходите на русский марш в темной одежде Не надо одевать какие-то там красные пальто Ужасные, это особенно женщин касается Не надо тащить с собой уродливо написанные плакаты Из десятков слов, которые все равно никто не прочитает Лучше возьмите те баннеры, которые мы принесем Большие, яркие, цветные, с крупными надписями Не надо делать ничего со своим лицом на нем Не надо ничего рисовать, как там футбольные фанаты Проще надо быть и более приближенным к определенному стандарту Который всем известен, всем ясно Как выглядит приличный культурный человек Вы приближайтесь к нему Не надо приходить в каких-то там цветных куртках Голубого цвета или там грязно-зеленого и так далее Темный цвет, черный, темно-синий, черный Может быть серый, темно-серый Вот эта цветовая палитра должна быть И нерабочая одежда Можно, если вы хотите прийти непременно в военизированной форме То тогда приходите каким-то отрядом Не надо, чтобы каждый, кто в лес, кто под рова Кто там имитирует снег и тени на снегу Кто зеленый лес и выходит в такой зелено-пятнистой форме Но это выглядит по меньшей мере странно Какие-то люди в одежде подобной рабочей Или если это боевая одежда То она все-таки приспособлена не для шествия, не для парада А для каких-то других дел Поэтому одевайтесь в парадную форму Как вот если бы вы собирались, например, с женой пойти в театр Вот в такой одежде вы должны и приходить Если военизированная одежда Тогда надо формировать отряд А не приходить одному, вот единственному такому человеку Который представляет уникальную форму одежды Общая форма одежды Гражданская и военизированная Если военизированный отряд Ну, минимум там должно быть 5 человек И то это как-то маловато Лучше 25, а еще лучше 1000 Всех одетых одинаково Тогда это будет выглядеть действительно хорошо и правильно И строиться надо не толпой, а колонной По 6 человек в шеренге И эти шеренги одна за другой выстраиваясь Так как организаторы не просто советуют А стремятся к этому И пытаются побудить всех Действительно организоваться В такое шествие, которое будет зрелищным А не будет просто каким-то течением толпы Ну, действительно, когда придет 100 тысяч Вряд ли мы сможем организовать Но у нас пока, к сожалению, не такая численность русских маршей Ну, несколько тысяч здравых русских людей Вполне могут выйти, построиться в колонны Согласованные лозунги Прокричать они каждому Что там в прошлый раз там шли Какие-то кричали странные люди Там капитализм дерьмо Ну, а социализм, что не дерьмо Это такое же дерьмо А социализм, что капитализм Все это выдумки Не для русского государства Не для русского строя Не для русского мышления Не этими категориями русские люди должны мыслить Вот это расхождение Оно не позволяет нам совместно С другими организациями провести русский марш Но мы будем его проводить обязательно 4 марта Мы ждем на русский марш Именно как на политическое шествие Альтернативой, скорее всего, попытаются сделать Очередной карнавал, очередной концерт У нас политическое шествие На котором будут в очередной раз заявлены требования Русских людей Требования очистить власть от нерусей Которые стремятся к тому, чтобы вообще русских не было Вот тут вот, кстати, хотел давно привести цитаты Людмилы Нарусовой Которая по рождению Нарусович Еврейка по отцу Депутат Государственной Думы 96-99 года Член Совета Федерации 2002-2012 года Десять лет ей Путин дал просидеть Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Мать телеведущей Ксении Собчак А теперь глава Тувы Шолбан Караол Назначил Людмилу Нарусову Снова членом Совета Федерации От республики Указ подписал Глава правительства Тувы А вот цитаты Этой бессменной дамы Которая ничего ровным счетом не делает В Совете Федерации Это ей такой подарок Владимир Путин преподносит Но ни от кого не скроется Что тем самым он как бы мысленно Продолжает оставаться Вместе со своим учителем И вдохновителем Собчаком И вот его вдове Предоставляется право Постоянно сидеть В представительных органах власти Ну и злобствовать И русофобствовать Вот цитата Людмилы Нарусовой Чем отличаются евреи от русских? Ну чем бы вы думали? Евреи могут создать страну На месте пустыни Русские из всего создают пустыню Ну и где интересно Вот эта вот пустыня На территории Российской империи Пустыню создают вот такие Нарусовые Действительно Из нашей страны Они готовы создать пустыню Другая цитата Я вот думаю Где же на самом деле Сторона зла? Может русский народ Ее нынешнее воплощение И есть само зло? Другие цитаты Более ранние Это 13-го года Я не призываю к смене власти Я призываю к смене народа Истреблять всех поголовно Меньше народа Больше кислорода Вам мешает российский народ Его нужно ликвидировать Это писала Нарусова А вот ее дочка Ксения Собчак Люблю евреев Потому что все русские Быдло Вот эта семейка Собчачья семейка Которую Всячески поддерживает Нынешняя власть И лично Владимир Владимирович Путин Значит он недалеко ушел От всех этих Русофобских измышлений И мы это прекрасно видим По той политике Которую он проводит Политика истребления Изживания Изгнания из жизни Русского народа Это его деятельность Повседневная и постоянная И казалось бы Русским людям Надо сплотиться В том чтобы Не допустить Продолжение существования Такого политического режима И таких людей у власти Вроде Нарусова Или Путина Но к сожалению Такого объединения Пока не происходит Вот объединение Произошло на митинге В поддержку политзаключенных Ну вроде бы Это такая общая тема И здесь люди должны Из разных организаций Прийти Высказать свое мнение Высказать отношение К власти Те кто включен В Русский национальный фронт Конечно все Все пришли Те кто готов был В это дождливое утро Собраться на площади Около метро 1905 года Тоже мы выложим Все выступления Постараемся их Сформировать так В такие блоки Которые будут интересны Тематические блоки И опубликуем все это Пришли еще нацболы Человек пять Со своими флагами Тоже рассказали Про своих политзаключенных А где все остальные Вот все остальные Живут от одного Русского маршра До другого То есть фактически Никакой политикой Не занимаются Под руководством Вот этих рыжих карликов Они остаются Вне политики И устраивают Только карнавальные шествия Там с хулиганствами Там со всякой глупостью Без политики Там нет политики И таким образом Те политзаключенные Которые из той среды Оказываются за решеткой Они никому вообще Не интересны Никто не говорит Их имена Никто не упоминает Это постыдно Поэтому мы приглашаем Тех, кто когда-то ходил Там на русский марш Юг Влюблено прийти На русский марш Русского национального фронта Где заботятся О всем русском народе И в том числе Даже и том Который находится За рубежами Российской Федерации Заботятся И думают о нем И думают О будущем Русского народа А не о карнавальном шествии Не о самовыражении И не о том Чтобы Подставить себе Подставить свой бок Под политические репрессии Чтобы туда Непременно был нанесен удар Ну есть такие вот Желающие пострадать А тем прославиться Мы не желаем пострадать Поэтому Мы никогда не нарываемся На политические репрессии Которые и так Сами к нам приходят Без Всякого нашего желания С этой стороны Мы стараемся соблюдать закон Даже если он Выглядит абсурдно Для того Что именно для того Чтобы Не подставляться Под репрессии Чтобы наши активисты Оставались на свободе Но режим-то Настроен совершенно иное И он Лучших людей Стремится Законопатить Места заключения Осудить Неправедным судом Наше противодействие Этому В нашем сплочении И в наших общих мероприятиях Мы надеемся Что на русский марш На этот раз Все-таки Придут люди Не только Одеты правильно Но и с правильными мыслями И в том количестве Которое необходимо Чтобы Это явление Было заметным Его постараются Замолчать Но мы по крайней мере В своей среде В среде русских Национал-патриотов Должны Это событие Пропагандировать Как главное событие Русского политического года Должны об этом Развешивать Везде объявления И должны Приходить на одно мероприятие Второе мероприятие Карнавальное Уже умерло Оно осквернено тем Что его руководители Встали на сторону Укрбандеровцев И всячески Способствовали Дискредитации Русского движения В том числе И соучастием В белоленточном Так называемом Либералистическом Проекте Мы на такие Реверансы В адрес Либерастов Не способны И не готовы И не пойдем Никогда На союз с ними Поэтому Кто себя ощущает Национал-патриотом Тот придет На русский национальный марш Организованный Русским национальным фронтом А не на карнавал Куда ходят Все кому не лень Либерасты Педерасты Кого там только нет Люди с собачьими головами Люди Душенечающие Одни в Кадырове Враги русского народа Другие в Гитлере Враги русского народа Кто-то не может Без того Чтобы не нарисовать Все на лбу свастику И вот такие Такие нам не нужны Такие нам не нужны Мы постараемся Чтобы этих людей Не было И прежде всего Обращаемся к ним Кто вот Для кого свет в окошке Это какой-нибудь там Правый сектор На Украине Те идите на карнавал Ради Бога Мы к вам Никакого отношения не имеем Вы к нам не имеете Вот туда С собачьими головами Там В этих Медвежьих шкурах Тоже туда Туда на карнавал Туда Тех кто хочет С либералами Объединяться На карнавал Туда Это все карнавал Это к политике Отношения не имеет К русскому движению Отношения не имеет А к нам Нормальные русские люди Правильно ориентированные На установление В России русской власти На восстановление В России Русского национального государства По тем традициям И тому историческому опыту Который мы имеем И все это Мы должны использовать В нашей политической борьбе В нашем политическом движении Редактор субтитров А.Семкин